привет всем привет спасибо что смотрите мой канал и сегодня я хотел бы вам рассказать наушники про наушники samsung я вообще сам им пользоваться начал не так давно в прошлом году на рынках 2016 года в 2016 году у них вышла модель они позиционировали как для спорта icon x первого поколения сейчас я здесь фотографию покажу как они выглядели это длинный кейс наушники довольно таки большие в диаметре с золотой или какого-то другого цвета каемкой именно по этой черте их очень легко отличить что это первого поколения 2016 года выпуска наушники зарядами хватало всего на час поэтому это была очень популярная модель в то же время примерно вышли airpods и они 5 часов бежали поэтому как бы конкуренция тут была вялая единственное что samsung они их профессионировали как уши для бега абсолютно автономные в них 4 гигабайта памяти но из которых доступно как обычно три с половиной только пользователю туда можно было закачать mbt файлы и это портативный как бы плеер то есть не можно было бегать слушать музыку встроенный также там был датчик пульса он мерил ваш пульс и соответственно присоединяясь к телефону эти вооружники еще могли подсасывать шагомер и соответственно они выдавали какие-то там варианты тренировок то есть какие-то варианты тренировок предлагали также что самое прикольное что в тех ушах было голосовые подсказки которые говорили то есть у вас идет тренировка они говорят там увеличь темп уменьш темп и так далее там меню несколько языков том числе был русский но самое первое начинали ушничные наушники с вами разговаривать когда вы вставляли через какое-то время они блокировали сенсорную панель чтобы не нажать ее случайно вам и говорили что сенсорная панель заблокирована в 2018 году вышли наушники второго поколения вот коробочка большая gear icon x 2018 в общем это прокачанная первая версия они увеличили емкость батарейки в самом наушнике увеличили емкость батарейки в кейсе и соответственно раньше кейс смог зарядить полтора раза уши до 100% с нуля теперь он может это сделать два раза но при этом уши сами стали держаться уже пять часов или семь в зависимости от того как вы используете если вы используете стриминговый поток музыки с телефона то это пять часов если используете уши как автономный плеер и используете музыку которая гранится в нем то это семь часов потому что в принципе логично потому что не используется bluetooth соответственно энергии тратится меньше вот значит уши восемнадцатого года icon x вот примерно так они упакованы были дальше у нас идет комплект ангешур вот на разы уши и идет еще раз в комплекте вот щеточка которая вот эти щетка и вот эти наклейки наклеек 3 на 4 на 12 штук то есть конечно каждый месяц не менять 3-4 месяца на 3-4 года клеивать туда лучше вот сюда под резинку я считаю что если щетка не удастся от серы это очистить можно щетку сеточку заменить вот соответственно вот ну еще провод здесь должен быть в комплекте но который продал мне этот вот эти уши на авито который зажал недавно соединяются они с телефоном посредством нажатия вот этой кнопки bluetooth мы ее нажимаем загорелась синяя лампочка и еще в телефоне подсоединяем вот на наушниках есть датчик приближения вот он здесь находится такое стекло когда вставляете в ухо ухе происходит определение то что он вставил такой сигнал и все вот вставили могу втрясти как угодно они не вылетают потому что они сидят очень плотно у них можно бегать прыгать все что угодно делать они оттуда не вылетают сейчас я вам покажу софт который для этих наушников я захожу в эту программу выбираю вот icon x они так выглядят на самом деле по звуку наушники очень классно звучат мне понравилось бас хороший вот то есть на уровне здесь кстати прикольно сделана сенсорная панель то есть здесь звук можно так вот вверх и вниз проводим по наушнику вот как на картинке и делается громче тише на более новых версиях они убрали сначала эту опцию делать громче тише а сейчас ее пытаются вернуть и немножко по-другому анализовано я попозже вам тоже покажу поставлю панель значит что у нас в приложении здесь мы можем сенсорная панель видите у нас одно касание двойное касание двойное касание касание удержания двойное касание удержания и вот то что я говорил по поводу громкости вверх и вниз и так также вот стоит у меня галочка что автоматически блокируется сенсорная панель через 30 секунд здесь есть еще эквалайзер но я его не пользовался никогда звуковой фон здесь вы можете настраивать интенсивный звук вокруг то есть активируется внешний микрофон и можно громче тише его делать на самом деле я его даже прибавляю и я свой голос громче начинаю слышать то есть это такой знаете как эффект слухового аппарата это очень удобно там вовсе если где-то идешь переходишь дорогу на уши машина едет и соответственно вы ее услышите даже тем более если он догадается посигналить то уже тем более также вот есть раздел музыка вот видите здесь заступны 3-4 грамп но я ничего не то не скидывал возразление музыки с гир или с телефона с хелсом коннекса если бегать он будет здесь выдавать какую-то статистику заобеду вот собственно такое вот меню сейчас я вынимаю наушники и у нас все согласно все я удалил кейс и он должна включиться да все вот все отлучилось именно эта модель но предыдущая подавно эта модель плохо с айфонами работает но учитывая что сейчас у них коммунифицированное приложение на все поколения сделали они я думаю что она должна в полном объеме работать с айфонами далее у нас идут бацер здесь тут и вот кейс так вот скажу открываем вот два наушника они уже упакованы в кейсе так же идет вот такая коробочка внутри здесь лежат амбишуры и провод замечу что данное поколение наушников амбишуры немножко другого материала другое качество они пожестче соответственно здесь индикатор заряда наушников сейчас покажут они заряжены на 100% и вот кейс тоже заряжен на 100% так же можно их заряжать от моего телефона здесь надо включить опцию раздача питания шара питания и вот пойдем вот загорелась лампочка пошел заряд кейсов ну и соответственно от кейса заряжают сами уши так поколение 3 это наушники в 2019 году очень сильно уменьшилась коробочка с предыдущей колени вот видите она стала маленькая ну и сам кейс стал поменьше покомпактней уши кстати тоже сидят очень офигенно сейчас я покажу они во первых очень быстро втыкаются потому что я с ними много проходил вот эти вообще сидят четко они поменьше и легче то есть если те уже весли 8 грамм эти весли 6 то есть ну чувствуется что они легче вот так вот вон два кейса ну соответственно вот можно всех сравнить размер кейса вот видно так назад значит кейс двухцветный внутри голубой при открытии кейса наушники уже идеи должны определиться немножко изменилось качество самих этих накладочек силиконовых они стали пожестче чуть-чуть и пропала значит спортивная составляющая из этих наушников наушники стали у нас чисто наушниками они больше не традиционируются как какой-то фитнес-трекер здесь все просто bluetooth 5.0 сам наушник весит 6 грамм кейс 40 грамм наушники аккумулятор 58 миллиампер в кейсе 252 миллиампер значит два внешних микрофона однополосный динамик 5 часов в режиме разговора 20 часов в режиме ожидания датчик датчик приближения цена актуальная актуальная на данный момент в магазинах самсунга официальную версию это 9 990 рублей чуть снизили они цену они стоили к 11 10 990 они снизили потому что вышло уже новое поколение науки бац плюс очень я не удовольна вот именно с этой версии наушников я проходил уже почти год спортом занимался вечерние прогулки никогда не выскакивал никто не выпадал на меня офигенно мне очень нравится я то что люблю электронную музыку слушать очень превосходно все отыгрывают я заметил того косяк когда ветер и у тебя телефон в кармане такое ощущение как будто ветром сдувает волну то есть ощущение как будто невидимый шнурок в котором идет звук идет от уха кармана и вот когда ты стоишь ветер дует ну с тобой я стою дует ветер и такое ощущение как будто он его сдувает там ну порнится звук вот такой косяк есть у новых не знаю есть ли он еще пока не сталкивался так много успел поюзать потому что сидел на карантине пока не удивилась такая панель немножко она более современная эти советы тоже показывает какие меньше стола функций у него касаний и по поводу звука как я вам говорил ничего нет звук фон с телефоном с планшетом как их содержать зарядка от телефона возможно момент заряда на чехле вот собственно это эквалайзер уведомления здесь выбирайте приложения от которых будут уведомления приходить что еще сенсорная панель ну это вот мы уже смотрели а вот кстати смотрите букерок сенсорной панели есть такая штука добавили спасибо поиск наушников видимо в тот случай слих потерял ну собственно все наушники которые казалось бы сложно найти отличия вот вот этих в ней называются samsung buds плюс в принципе они идентичны этим даже по кейсам коробкам все видим коробки то же самое здесь такой же футляр с обешугами и с кабелем USB-C сейчас я посмотрю какой он USB-C на USB обычный или да на обычный USB а то они догадались они уже кладут к ну к десятому допустим положили кабель USB-C USB-C если нет у автампета USB-C то проблема покупать другой кабель либо другой компьютер или переходник какой-то вот видите даже коробочки у них одинаковые потому что кейсы все такое как определить новая версия глянцевая двадцатого угла это двенадцатого матовая открываем и здесь опять у нас есть отличий то есть в прошлом году они делали как у них двуцветный был кейс серо-голубой сейчас они делают все чисто белым наушники вот то есть чисто внешне их особо не отличишь одинаковые ну реально да один матовым покрашен старый а новый они глянцев и немножко по-другому здесь сделана вот вот сама часть где сетка стоит немножко другой силикон используется здесь все насадки силикон опять стал мягкий как в а по в x видите здесь как-то они летают за поколению а по функционалу покажу картинки здесь значит появился дополнительный внешний микрофон который чтобы подумали он улучшил систему звукокруг ранец я не чувствую единственное что увеличилось до 10 часов автономный рапорт на время разговора виде вызова 7,5 часов так сильно подняли аккумулятор здесь был 58 миллиампер аккумулятор на бат на бат плюс они сделали 85 миллиампер но кейс почти такой с 270 против 152 заряжает он так же как и раньше порядка трех раз сейчас я вам покажу софт здесь сойдет прикольней вот такая лучшая и вот такая крутая открывается сразу покажется заряд наушников чехла все мгновенно подключилось звуковой фон средний аквайзер уведомления здесь можно настроить приложения в которых я буду получать уведомления сенсорная панель здесь сенсорная панель здесь сенсорная панель здесь равенца особо нет дополнительного здесь есть еще вот раздел labs здесь какие-то фишки типа они как заявляет производитель они уже двухполосный динамик а вот картинок сейчас я вам покажу как это выглядит то есть здесь качество звука должно быть на порядок лучше в зависимости с предыдущей моделью но чисто на мой взгляд разница никакой особо не динамитил абсолютно одинаково них отыграет ну может чуть-чуть лучше то что система окружающего звука здесь лучше это да включаются они да круто но в принципе предыдущие бац обычно тоже очень быстро загружались эти уши все качественно классно звучат просто как бы тут дело уже зависит от ваших пожеланий и финансов то есть я даже сказал бы не стоит морочиться потому что многие заказывают себе всякий хлам с алиэкспресс китайский который непонятно как звучит ну и так далее здесь качественный продукт который до сих пор находится в стадии поддержки обновления прошивки и так далее я говорю там очень много народу продает их они стоят своих денег 4-5 тысяч рублей главное не купите вот эти вот старые оттеночек вот видите вот видите разница вот так вот это новые а это старые вот старые брать не надо потому что они полные по цене они примерно одинаковые сейчас то есть как там был такой прикол почему они держат час всего заряда потому что ребята из samsung решили что ваша тренировка длится час больше не надо и вот сходя из этого прикола как бы ну это шутка на самом деле час мне кажется они тогда хорошо что на час им хватило заряда никакой тренировки это не имело никакого отношения но на мой взгляд просто так совпало вот в принципе у кого-то может тренировка час десяти час двадцать у кого-то сорок пять минут еще я забыл вам новые показатель они абсолютно одинаковые как бакс что бакс плюс по эргономике размер все одинаковые больше всего у них одинаковые единственное у новых чуть мягче силикон сидят в ушах они тоже как бы как влитые хотя даже мне кажется тут обычные баксы прошлого года которые они сидят лучше можно просто привык к ним за год к этим еще и не успели лучше привыкнуть то есть их прям вкидываешь туда и они как в своих там домиках как в своих местах такие сразу сидят все четко подходит играют они офигенно вот фигня в чем с этими наушниками самсунг как у них есть такая политика они к новинкам своих телефонов любят давать всякие подарки и поэтому они к с 20 с 20 ультра вот этому поколению недавнем времени по-моему уже перестали ну точно в подарок давали бакс плюс вот эти вот с самого последнего поколения наушники а соответственно была акция какое-то время назад если покупаешь S10 S10 плюс вот эти модели то к ним давали обычные баксы в подарок в общем суть в чем что очень многие люди сейчас их подают на авито которые получили в подарок эти наушники они либо не нужны по тем или иным причинам ну кто вообще не пользуется наушником я в принципе для какого-то времени тоже не пользуюсь наушником они мне в принципе были не нужны потому что я слушал музыку в машине либо дома а вот время изменилось а теперь в тренировках хожу тоже наушниках мне нравится удобно многие продают но у нас люди так как они все ушлые и они думают что вот я такой умный купил себе телефон мне наушники подарили и в общем многие вешают эти наушники на авито практически за ту же цену что они стоят в магазине я считаю это абсолютно неправильно я никогда не стал покупать по аналогичной цене как в магазине наушники у людей потому что спрос соответственно да и предложение влияет у нас на цену а учитывая что желающих купить эти наушники не так много как их продать более на вторичном рынке но там реально очень много посмотрите и бац и бац плюс достаточно висит и там у многих будет написано что им подарили или еще что-то там купил не понравит на самом деле они все укажут всем они шли в подарок с телефонами вот и можно их смело прогибать то есть соответственно я считаю что бац обычные можно поискать найти сейчас тысяч за семь а бац плюс я думаю что девять и соответственно айкон икс это пять тысяч но если вы хотите новый купить то соответственно айкон икс уже не продаются а бац и бац плюс это 9 990 и 10 990 вот соответственно можете еще раз сравнить все наушники как они выглядят все они довольно таки красивые и внешне вот единственное вот в этих в прошлом поколении бац у них вот челчок да вы слышали когда закрываю и когда открываю вот здесь челчок есть в верхнем положении фиксируется крышка почему-то в новых они когда закрываются тот же шелчок остался но в открытом она не фиксируется крышка зачем они это сделали я не знаю многие блогеры пишут что им кстати не нравится никак это не влияет на использование наушников вот поэтому даже со временем использование когда вы к ним привыкнете можно прямо в темноте не глядя открыл вставил бац бац учитывая что они в режиме воспроизведения сейчас работают порядка 6 часов а тренировка у нас длится с вами час ну в среднем да то в принципе я кейс заряжаю наверное раз в месяц то есть грубо говоря я слушаю если наушники там 3-4 раза в неделю по часу 2 часа у меня еще остается на следующей неделе а кейс может полностью зарядить 3 раза соответственно я могу послушать 18 раз по часу ну мутрирую конечно ну примерно приусниму соответственно одного заряда полного кейса подключили они зарядились все на 100% кейсы наушники при моей эксплуатации реально мне хватало на месяц где-то заряда то есть я в принципе забывал если наверное ездить каждый день в метро там работают с работы то да чаще будете заряжать а вот если их чисто вот как для спорта использовать как я делаю там реально на месяц хватает вот бац и бац плюс про icon x не могу сказать нет такого опыта длительного использования но они 5 часов должны работать я думаю что примерно должно быть одинаково собственно все и как бы рекомендую вам присмотреться к этим наушникам реально очень хорошо они играют всем спасибо что досмотрели это видео до конца и смотрите дальше мои обзоры все всем пока не забывайте подписываться на канал